Петр Александрович Щекмарев, который много лет работал успешным, эффективным чиновником в Минсельхозе, потом председатель комитета торгово-промышленной палаты, а еще начинал с главы хозяйства. Кроме того, то, что погреет душу наших ученых, он академик Российской Академии Наук. Пожалуйста, Петр Александрович. Спасибо, уважаемый Александр Анатольевич. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Я, ну вот один из первых тезисов Александра Анатольевича, он сказал, что когда-то один председатель колхоза сказал, что наука в большом долгу перед крестьянами. Вы знаете, этот тезис актуален и сегодня. Я действительно работал 12 лет председателя колхоза и должен сказать, лучшая форма организации ведения хозяйства это колхоз. Я и сегодня от этих слов не отказываюсь и не перекрашиваюсь в каких-то других форм собственности, организации труда, юридических форм и так далее. Вот это очень большая и интересная работа была, достигала высоких показателей. Но действительно наука и промышленность в большом долгу перед сельским хозяйством. Все, что придумали ученые, все, что воплотили в виде машин, сортов, удобрений, средств защиты растений, от этого всего зависит и сельское хозяйство. Если нет хороших машин, высокоэффективных, если нет удобрений, средств защиты растений, нет технологий, нет высокоурожайных сортов, которые выводит наука и производит, соответственно, наука и промышленность, то куда деваться крестьянину? И, конечно, большой рост производства сельскохозяйственной продукции в последние годы, так называемые, послесоветские, он произошел, потому что пришли на рынок современная техника мирового уровня, пришли средства защиты растений в большом ассортименте, пришли технологии по переработке сельхозпродукции и, соответственно, произошел такой большой рост сельскохозяйственного производства. Вот один пример. Наш комбайн тех времен, у него потери были, ну, центре по 5, это 100%, от каждого комбайна мы теряли. Мы теряли из-за того, что были зеленые пожары на полях, не было средств защиты растений, и так далее, от хранения, от много чего. А потом вдруг появились современные комбайны, техника, свеклоуборочные комбайны, которые с поля вывели бедных свекловичниц, которые целые сутки работали на полях. Почему? Одна из причин, почему во многих регионах из села люди бежали, потому что боялись сахарной свеклы вернуться на плантации с тяпкой, чтобы вырубать сорняк. Ну и благодаря вот этих современных достижений мировой науки и техники, ресурсов, был сделан рывок в сельском хозяйстве. Ну, что касается нашей сегодняшней темы, наших журналов научных, вот последняя выступающая, как Анна Ивановна, вот она совершенно права. Понятно, технологи не знают, что есть в науке, наука не знает, что есть в технологии, и в результате ноль. Наука сама по себе, производство само по себе, все в разных местах, задачи не поставлены науке, в том плане, что наука не знает, что делать бизнесом, промышленностью, руководством. Нет поставленных задач перед наукой, перед изданиями научными. Что нужно делать, в каком направлении развиваться, и что нужно дать в руки сельхоз. Я в данном случае говорю про сельское хозяйство, сельхозпроизводителям, соответственно, переработчикам, тем, кто хранит эту продукцию, и, то есть, всю цепочку от поля до прилавка. Ведь это очень большая научная работа. А что такое наука в сельском хозяйстве? Это конкуренция технологий, это конкуренция величины произведенной продукции и качества продукции. Если ты будешь вступать в этих направлениях, то, соответственно, на рынке проиграешь. На рынке ты будешь неконкурентоспособным. Или по качеству, или по увеличению урожая у тебя себе стоимость будет значительно выше. И, соответственно, твой продукт кто будет брать? Мы очень многое потеряли в этом вопросе. Почему сегодня? Ну, более чем на триллион рублей вывозят, мы экспортируем продукцию. Мы почти столько же ее и ввозим в нашу страну, импортируем. Почему так произошло? Да потому что по многим продуктам мы просто оказались неконкурентоспособными. И в результате этого мы получили замещение своей продукции, импортной продукции. Потому что, видите, научные достижения, технологии, все остальное, они опередили в этих вопросах нас, и мы стали неконкурентоспособными по многим направлениям. Вот один пример, допустим. Вот сейчас у всех на слуху сахар, сахарная свекла, семена сахарная свекла и так далее. Произошло очень просто. Мы еще как неумелые дети в рыночных условиях работали, имели свои собственные семена, сахарная свекла. Уже получили гибриды одноросковых семян. Нужно было довести их просто до кондиции, создать технологичные семена, дрожжированные, для того, чтобы их точно высеять. Мы к этому почти подошли. Даже были завезены машины, которые готовят эти семена. Но иностранные производители нас опередили. Буквально, может, на год-два. Они нам завезли семена с деппингом цен высокого качества. Наши семена стали невостребованными, потому что они недоработанные. И все, у нас прекратилось производство собственных семян сахарной свеклы. Потом, после того, как все прекратилось, цены потихонечку поднялись на семена сахарной свеклы. И мы стали зависимыми от семян сахарной свеклы в Российской Федерации. Но не думаю, что все так плохо. Были приняты определенные меры. Построено уже несколько заводов по подработке семян сахара и свеклы. По технологиям, даже превосходящим иностранные семенные заводы, которые за пределами нашей страны. Потому что собрали все лучшие технологии. Это Щелк, Фаграхим, это в Белгороде построили, в Краснодаре есть определенные сдвиги. То есть наши семенные заводы сегодня могут полностью подготовить для того, чтобы посеять более миллион гектар сахарной свеклы. Но проблема, пока сегодня нет российских гибридов, которые могли бы заменить иностранные гибриды. Над этим тоже активно стали работать. И причем их же нужно еще посеять, их нужно размножить, вырастить и подготовить. Тут снова определенные проблемы есть. Нехватка знаний, нехватка техники специализированной. И в результате тоже необходимо работать. И так вот по каждому направлению. Сельскохозяйство – это одна из самых наукоемких отраслей народного хозяйства во всем мире. Потому что каждая культура, каждый продукт, он имеет свою совершенно разную технику, технологию, разные семена. Ну, все разное практически по всем направлениям. То есть вот огромное количество требуется научных достижений. И причем они должны быть доступны сельхозпроизводителю, то есть тому, кто должен использовать эти научные достижения. Не ради того, чтобы писать статьи, ради того, чтобы защитить диссертацию и на этом закончить свою научную работу. Вот это наша большая ошибка. Вдруг с изменением подготовки к переходу баллонской системы образования, мы бросили свое образование, как-то перемешали всю свою науку в непонятном симбиозе. Вот. И мы получили резко отрицательный результат. Вот. Я еще в 2020 году, наверное, ко мне из редакции «Сельской жизни» обратились и спрашивали. Вот очень там мы все, я рассказывал, все, сейчас так долго не расскажешь роль науки и ученых в сельском хозяйстве. Понимаете, вот те… Наука – это тоже бизнес. Это первый помощник бизнеса наука. А мы что делаем? Все научные статьи, вместо того, чтобы внедрять достижения умов наших ученых, мы их не перестали внедрять здесь, а работала вся наука для того, чтобы отправлять эти достижения за границу и печататься в заграничных изданиях, в иностранных. Вот. Тоже «Скопус», там и другие, значит, издания. То есть мы все секреты свои, наука – это тоже секрет, это тоже конкуренция ученых, конкуренция в производстве. Мы все, причем за свои деньги, стали отправлять за границу. То есть насыщать иностранных производителей своей научными достижениями, базой, основой, то, чего делалось. Поэтому, в первую очередь, нужно перестроиться на то, чтобы как раз нашу науку доводить именно до производителей. А те, кто работает на производстве, вот если есть у тебя какое-то достижение научное, нужно его обязательно внедрить в производство. Если ты не внедрил чего-то нового, это ни о чем наука, это просто переписывание, цитирование, все остальное. Это, конечно, может, в какой степени должно быть, но не более 10% в том, о чем мы хотим делать. Ну, мне самому много пришлось и приходится работать и с наукой, и с сельским хозяйством. Конечно, ну вот я главный редактор журнала «Садоводство». Там еще в четырех журналах научных являюсь членом редколлегии. Ну, вот постоянно читаю порой эти статьи, когда идет редактированная подготовка журнала к изданию. Мы порой делу даюсь, вот, ну, как сказать, пишем столько ненужного материала, который просто засоряет умы и ни к чему не приводит. Поэтому, если мы вот чего-то пишем от науки, мы все-таки должны быть более доступным русским языком. Вот многие сейчас перешли на большое количество иностранных слов. Вот, ну, вы понимаете, мы как будто страну готовим, чтобы как можно быстрее издаться. Понимаете, чтобы к нам пришли иностранцы, скажут, ребята, а что вы тут, самостоятельность у вас есть? У вас вывески все на иностранном языке, на английском, у вас все издания наполовину с английскими словами, вы тут, одно ваше словоблудие работает на иностранцев. Ну, пишите доступным русским языком, чтобы те люди, которые работают на производстве, которые пытаются прочитать, чего-то понять, они поняли, что написано. Петр Александрович, я извините, на секунду прерву, потому что здесь сидят все-таки представители научных журналов. Это требования Российской Академии Наук, чтобы у нас было... Я против этих требований, вот, я везде четко могу сказать, что я против этих требований, они совершенно необоснованны, они не работают на Россию, они работают против России, потому что они не нужны никому, эти требования, которые ничего не дают. Я против этих требований все-таки. Можно, Петр Александрович, просто вопросы? Давайте вопросы, иначе я тут наговорю лет на пять. Петр Александрович, вот, знаете, вы хотя давно уже не чиновник, но все равно большинство, вот даже вопрос прислали из онлайн, все-таки воспринимает вас как представителя власти, да? Хотя уже это неправильно, я прекрасно понимаю. В чем неправильно, я за власть. Нет, я... Вы власть или вы за власть, это разные вещи. Нет, Петр Александрович, вопрос очень простой. Смотрите, сейчас такая ситуация, что бюджеты очень напряженные. Что объединяет науку и сельское хозяйство, что мы очень зависимы от государственного, от федерального бюджета. С вашей точки зрения, что ждет аграрную науку и что ждет сельское хозяйство с точки зрения поддержки государства? Вот в этих условиях. Аграрная наука должна работать на аграриях. Вот, не просто работать ради работы, а работать ради развития сельского хозяйства Российской Федерации. Вот это самое главное. Что касается финансирования, вообще, по большому счету, если бы эта аграрная наука, она была доведена до производителей, производители сами платили бы аграрной науке много денег за то, чтобы они им сэкономили затраты на производство продукции. Все равно, косвенно, сегодня, покупая иностранные семена, покупая иностранную технику, мы косвенно поддержим иностранную науку. Спасибо, Игорь Александрович. Ну, правильно, головой качают. Не хотят пока платить, но будем решать. Спасибо, Игорь Александрович. Не хотят, потому что не за что платить. Я бы так сказал во многом. Ну, у нас круглый стол, поэтому любой участник круглого стола потом может высказаться. Да, в поддержку, кстати, с корпуса Weapon Sign у нас достаточно много российских журналов, которые цитируются международными. Вот Анна Ивановна выступала, соответственно, у нее два журнала. Коллеги, я еще раз вам говорю, цитироваться можно, но это не главная цель науки. Главная цель науки – это довести свои достижения до производителей, до аграриев, до крестьян, которые могли бы на основании новых достижений науки что-то новое сделать, сократить расходы, увеличить урожайность, улучшить качество продукции. В цепочке от поля до прилавка сэкономить и не испортить продукцию. Вот Анна Ивановна правильно подметила, что 30% до 30% у нас продукция просто пропадает. Вот вы знаете, сегодня мы говорим, что цену на хлеб не нужно поднимать. Вот это страшные проблемы. А вы знаете, что до 30% хлеба выбрасывается просто, вот помойки завалены хлебом, испорченным. Это не говорит о том, что его нужно поднимать. А нужно как-то, понимаете, создать такие условия на продукты питания, чтобы вот все доходило и ничего не портилось. Это тоже большая наука, большая цепочка, высочайшая организация труда, что явно приводит к сокращению. Вот пример. Мы дороги наши убиваем сегодня. Вот я недавно был в Архангельске, там прекрасный тепличный комбинатик небольшой. Они говорят, вы знаете, мы когда пришли в торговую сеть, нам говорят, ребята, мы у вас принять не можем здесь ничего. Вот вы нам привезите в Вологду вашу продукцию овощную, тепличную, а мы потом с Вологды централизованно разводим по всем магазинам, в том числе и привезем в Архангельск. Это вот самый последний пример, такие примеры тысячи просто. Мы еще на этом прогораем, прожигаем топливо, разрушаем дороги, издержки огромные делаем. Тут научная организация труда должна быть как-то, что-то нужно предлагать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.